Я сразу вас спрошу по поводу саммита НАТО. Что вы о нем думаете, что оправдалось, что не оправдалось? Какие у вас вообще мысли и какое настроение? Ну, я тебе скажу, что, например, Вашингтон-Пост тут же, тут же всех оповестило о том, что вот Соединенные Штаты Америки и вообще весь цвет НАТО абсолютно шокирован поведением Украины, абсолютно, в абсолютном чуть ли не бешенстве от того, насколько вольно и насколько властно ведет себя в этой ситуации Украина. И, может быть, тут есть, конечно, какой-то журналистский перегибчик, но, конечно, НАТО абсолютно офигело. По крайней мере, все руководство НАТО, вот никто не ожидал, что очередная, в общем-то, ну, будем откровенны, ритуальная говорильня может быть так легко изнутри взорвана и превращена в абсолютно уже какое-то деловое, по крайней мере, с намеком на что-то деловое. Вот НАТО, оно очень много лет создавало свой мир такой военно-волшебной бюрократии, где никакое решение не может быть принято своевременно, просто потому, что это решение и потому, что своевременно это не к НАТО. И НАТО стало сказкой. Персонажи этой сказки, разумеется, в сказочной реальности постепенно уменьшались, уменьшались, уменьшались в размере, голоса их становились все тоньше, все пискляве, и всем было очень хорошо. И вдруг, значит, проламывая стены в этот кукольный домик, влезает окровавленная закопченная рука Украины, и грубые пальцы начинают ловить, строить крохотных маленьких генеральчиков. Конечно, возникла там дикая абсолютно паника. Но вот благодаря тому, что стены кукольного домика впервые, ритуальные стены, бюрократические стены сломаны, туда пошел чистый нормальный воздух, воздух реальности, он быстро, значит, начал подращивать натовских генералов до почти нормальных размеров. И начался вот этот разговор, предельно жесткий, как показалось очень многим со стороны Украины, предельно требовательный, когда речь заходила чуть ли не о потере берегов, и всякие там министры осмеливались что-то пищать по поводу того, что мы тут, понимаешь ли, не авито для вас, и мы тут не обязаны вот каждую вашу прихоть-то исполнять и медленно вам нести на блюдечки. Все. Но Зеленский тут молодец, он сообразил, что он может в этой ситуации себе позволить вообще все, что угодно, и что, что бы ни вытворила на этом саммите Украина, на НАТО деваться абсолютно некуда, потому что что такое Украина, это сейчас реальный щит Европы от путинской озверевшей кровавой орды, но нет у другого щита. И Украина пришла в НАТО не за подарками, не за помощью, не за какими-то бонусами, она пришла взять то, что ей принадлежит по праву, то, что ее и членство в НАТО. Это не милостыня, это ее право, это выстраненное и доказанное право. И как, кстати, и Томагавки, и АЭС-130, и вертолеты Апачи, это все ее, она пришла за своим, потому что она за весь мир сейчас делает работу. И поэтому я оцениваю результаты саммита, как, скажем так, весьма скромные. Да, все-таки. Все-таки, как скромные, но не с первого раза не забывай, что этот кукольный мир только что вот на твоих глазах. Буквально вчера вечером и сегодня утром только-только был разрушен. И да, действительно, они замечательные все, они храбры, но до них должно было все это дойти. И, к сожалению, только вот таким вот дерзким образом, без стояния на цыпочках перед ними. Когда Украина вдруг выяснила, что у нее абсолютно не только равные права со всеми остальными членами НАТО, но права, значительно превышающие, делом доказано, кровью доказано, успехом доказано, всем доказано. Потому что, конечно же, вот эта вся еще ситуация с НАТО, она абсолютно ломает, может быть, это приятно, может, это неприятно, абсолютно ломает всю путинскую пропаганду. Потому что вот эти писки про то, что мы боремся со всем НАТО, что это все козь не НАТО руками Украины. Мы бы Украину за три дня взяли, но это же НАТО. Да. Мы тут видим, что, да, действительно, абсолютно импотентская структура в прошлом, до вчерашнего вечера, очень действительно больная бюрократизмом, очень одрехлевшая, тяжелая. Ну вот как вчера у меня в телеграм-канале, почему-то моих подписчиков это, ты вот не следишь, у моих подписчиков это очень как-то привело в восторг, что в ворота древних замков Европы постучала рука Украины, и она будет европейских меченосцев на смертный бой с драконом. Что дракон, конечно, больной, шелудивый, тупой, но он по-прежнему любит жрать детей, и он снова вышел на охоту. И этот грохот вот в самые сердца, в самые сердца Европы, действительно туда, где всегда оттала высочайшая воинская доблесть, он, конечно, сейчас может разбудить очень многое. Вот сейчас мы там, действительно же, по всей Европе латы, которые давно стали музейным хламом, они засияли чуть ярче. Уже не так густа паутина, уже что-то происходит. Они начинают понимать, Украина же, она сейчас приобрела удивительно такую вот моторно-вдохновляющую роль. И, возможно, я тебе могу сказать, вот эта вся боль, которая сейчас существует по поводу того, что исчезает мужество, исчезает доблесть, исчезает верность, ну, вот тому главному, что сделала европейскую цивилизацию европейской, что, может быть, именно Украина сработает как детонатор того, чтобы все то, благодаря чему Европа стала великой, вот чтобы это все снова вспыхнуло. И это, конечно, я понимаю, что я противоречу сам себе, что результаты не так велики, но меня вообще удовлетворить чрезвычайно сложно. Мне очень трудно, как ты знаешь, понравиться. Я же не... Я в этих вопросах абсолютный максималист. Я, кстати, не считаю, что результаты не так уж велики. Понятно, что нас бы не приняли на этом саммите в НАТО, тем не менее Байден заявил, что вопрос приема Украины в НАТО – это вопрос нескольких месяцев. Это очень важно, то, что он сказал. Плюс огромное количество оружия. Это важно. Ну, не забывай, что, значит, Путин, будучи в свое время очень хитрой, конечно, сволочью, он ведь не случайно, ведь не забывай, что и Донбасс был затеян для того, чтобы всегда иметь вот тот фактор, который не позволил бы Украине вступить в НАТО еще тогда и даже начать подготовку к этому. Потому что вот страны с войной, обремененные войной, обремененные конфликтом, они не могут вступить в НАТО согласно Устану. Нас, мы уже в эфире 10 минут 21 секунду, нас смотрит 9937 зрителей одновременно. Спасибо всем. Александр Глебович, вы вообще хейтеров любите или нет? Хейтеров? Ты знаешь, мне хейтеры не доставляют никаких проблем и неудобств. Я, наверное, тот единственный в интернете исключительный человек, который к хейтерам относится благосклонно и добродушно. Ну, во-первых, потому что я ко всем отношусь благосклонно и добродушно. Во-вторых, я хейтеров все равно воспринимаю, как большой корабль воспринимает ракушки, которые обращивают его днище, как большие рыбы воспринимают рыб прилипал. Я понимаю, что как бы, ну, куда им без меня-то, без хейтерам-то, беднякам? Ну, поэтому я не возражаю всегда. Я хейтеров очень люблю. Вот они уже оживились. Они пишут, два фрика нашли друг друга. Прекрасно. Пишут, что вообще два гея. Это про нас с вами. Я могу сказать, я очень успешно, конечно, преодолеваю гомофобию совковую. И здесь живучи в Европе. Но, в общем, я вынужден в этом признаваться, потому что в нас это все вколачивали. Мы воспитывались в этом. И преодолеть, выработать в себе вот такое абсолютное безразличие к этому вопросу оказалось не таким легким делом, но необходимость быть европейцем заставила. Хотя я тебе могу сказать, что мне эта идея и этот страх вот перед этой темой, он кажется настолько надуманным, настолько липовым. Я вот живу в Европе уже два года. Я их вообще нигде и не видел. Они ходят другими дорогами. Ну, не видел. У меня достаточно, Вилли, у меня очень большой круг общения. И эмигрантский, и европейский академический, и какие-то постоянно журналисты, и все. Тем не менее, что-то я никого не видел из этой. Ну, вот пишут почему-то Рал Дугин, белый, членист Путина. Ну, друг мой, давай у нас много сегодня. Да. Я в продолжение... Отвлекаться на всякое мелкое дерьмо. Продолжение того, о чем вы говорили в самом начале. А там нет хейта какой-нибудь поинтереснее. Да, да. В продолжение того... Пока нет, но я слежу внимательно за лентой. В продолжение того, о чем вы говорили в самом начале нашей беседы, видите, Бен Воллес, министр обороны Великобритании, сегодня возмутился. Да. Сказал, что Украина неблагодарна. Мы не Амазон, я об этом говорил уже. Мы не можем дать все, что Украина просит. Что вы об этом думаете? Ну, я уже сказал все, что я на эту тему думаю. Они не то, что должны дать. Они обязаны это давать, потому что это их цивилизационная, европейская роль хранителей мира. И зная, какое количество полегло... Вот когда мне спрашивают, ты помнишь, да, это одна из лучших, наверное, моих формулировок, меня, по-моему... Ой, по-моему, в Лондоне меня спросили, насколько велики потери Украины и потери России. Да, и я сказал, что потери Украины численно значительно меньше и вместе с тем гораздо больше, потому что другого качества человеческий материал. Качество. Это не зэковское дерьмо, не бомжи и не безвольные дебилы, которых согнали, а высочайшего качества люди, которых найти на этой земле не так-то просто. Поэтому даже если потери Украины в 10 или в 15 раз меньше, чем потери у России, то все равно ее потери, потери Украины гораздо выше. Вот, кстати говоря, ты видел, да, какую свинью вам периодически подкладывают хорошие русские? Нет? Медузу имеете в виду? Да, я имею в виду в данном случае медузу, которая до этого момента была вне всяких упреков, подозрений. Они, в общем, изумительно тянули свою такую среднехорошую линию, и вдруг вот такой вот бэмс, прямо скажем. Это, конечно, удивительная подлость, потому что ведь переведем это на некий язык простых понятий. Вот есть у нас статистика, которую ведет Украина, и есть статистика, которую у нас ведут американцы, англичане, Институт изучения войны, все эти люди, которые со сотен спутников наблюдают каждый фрагмент этой войны под увеличительным стеклом и фиксируют все. И вдруг, значит, появляется медуза, которая заявляет о 47 тысячах погибших. Тем самым она впрямую хлещет по щекам Институт изучения войны, Украину, и она тем самым сразу переводит, она минимизирует подвиг украинских войнов. Потому что когда вождь, когда вождь говорит, там, я убил 8 бизонов, и подкрадывается какой-то шут, который говорит, не 8, а 2. Это, конечно, это, конечно, оскорбление вождя и уволение его воинской славы. Это серьезный поступок, это серьезная подлость. Мы зря этого всего недооцениваем. Но мы вообще знаем, что от хороших русских можно ожидать всего. Ничего хорошего от хороших русских ждать не приходится. Да, да, да. Я тебе могу сказать, что по моим подсчетам, вот как знатока воин, хотя, наверное, мой опыт уже во многом устарел, во время моих войн еще не было беспилотных летательных аппаратов, которые внесли такие поразительные изменения в стилистику, практику, тактику и вообще во все остальное. Я тебе могу сказать, что, ну, примерно половина, ну, по крайней мере, треть трупов никогда не входила ни в какие исчисления и нигде не фиксировалась, не регистрировалась. Человеческая целая штука очень, я бы сказал, быстро портящаяся, теряющая всякую приглядность и опознаваемость и очень быстро разлагающаяся. Более того, оно, как ни странно, в этих процессах разложения ухитряется сливаться цветом и фактурой с окружающей средой, особенно если это камуфляжное тело. И я тебе могу сказать, что, конечно, Украина долго-долго, еще много, десятилетий, будет обнаруживать кости, черепа, зубы и всякие железки с примесью пуговиц, будет обнаруживать на своих просторах, в своих полях, в своих канавах. И по моим подсчетам, дело даже не 230 тысяч, а, ну, как минимум, на треть побольше. Не потому, что 230 это тоже чей-то злой умысел. Есть вещи, как сосчитать невозможно. Но то, что это самая кровавая война из всех, например, которые видел я, это, да и ты, и все остальные, это безусловно.